В этом учебном году Центральная детская библиотека восьмой раз проводит конкурс среди учеников начальной школы «Самый читающий класс». Зародившись как городское, читательское состязание уже несколько лет проводится на районном уровне и собирает все больше количества участников. В рамках конкурса ребята коллективно посещают библиотеку, участвуют в интерактивных программах, организовывают выставки творческих работ и, конечно, читают книги. Итоги конкурса подводят на большом красочном мероприятии. В пятницу в районном Центре культуры и досуга состоялся такой праздник для младших школьников, рассказывает Татьяна Акимова. Спрашивая у детей, пришедших в районы Центра культуры и досуга на открытие недели детской книги, любят ли они читать, ответ мы получали однозначный. «Я люблю читать книги, особенно Пушкина. Мы очень любим читать, потому что это очень интересно и занятельно. И я люблю читать какие-нибудь рассказы о животных, путешествиях, стихи. Больше всего я люблю читать стихотворения Пушкина». Что неудивительно, ведь эти мальчишки и девчонки стали участниками восьмого районного конкурса «Самый читающий класс». Когда зародилось это состязание, в нём приняло участие пять классов. В этом же учебном году больше ста. «Мы с детьми много раз ходили в библиотеку, брали книги, читали. У нас было множество мероприятий с Людмилой Николаевной Хоркиной и с другими работниками библиотеки. Мы очень довольны. Очень много нового узнают дети не только от меня, но и от детей. А для меня самое главное, как для учителя, что дети читают книгу, берут книгу в руки и читают её». Насыщенная конкурсная программа включает и творческую работу. Ребятам необходимо было подготовить необычные проекты. Часть их была выставлена в фойе Центра культуры. «Первые и вторые классы делали памятники, поскольку 2014 год – год культуры. А третьи и четвёртые классы делали памятки о правилах хорошего поведения, то, как себя вести в общественных местах. Основная выставка будет у нас организована в холле нашей библиотеки, куда мы приглашаем всех прийти посмотреть уже в апреле месяце». А посмотреть есть на что. Здесь памятники буквам и книгам, литературным и сказочным персонажам. Первоклашки из Развилки смастерили храм науки «Мечтания чудес». «Мы всем классом придумали. Ирина Владимировна дала чертеж, а мама по этому чертежу сделала проект». Лучшие работы были отмечены дипломами жюри конкурса. Были названы и победители основных номинаций «Самая читающая школа» и «Самый читающий класс», «Самый читающий ученик». В числе призёров – Максим Подгузов. Он учится в первом классе. К своим семи годам прочитал не один десяток произведений. В подарок Максим получил большую пиратскую книгу, с героями которой он тоже давно знаком. Я делаю проект про пиратов. За что они дерутся, зачем они охотятся, зачем они вообще проявились в этом мире. Они дерутся за еду, за кроющие, они ищут что-то опасное. Обладателем гран-при среди первых и вторых классов стали ученики развилковской школы. Я надеюсь, что вот этот мой класс, что они полюбят книги, будут читать. Они сейчас уже по успешному чтению прочитали. Вы знаете, какое огромное количество книг. Не секрет, что в последнее время чтение и живое общение заменяют компьютеры и иные гаджеты. Но такие мероприятия помогают детям полюбить книги и открыть чудесный мир литературы. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.